Здесь делают крутые игры. Так что Blizzard, верните мои деньги. Это как бы да, но как бы и нет. Это круто. Я думаю, это хорошо. Всем привет, дорогие друзья. Меня снова зовут Константин Сахнов, как и раньше. И сегодня у нас замечательная тема. Это как же зарабатывать на видеоиграх. Давайте напомню вам, что согласно статистике Ньюзу, Супердата, Гейманалитикс и других аналитических компаний, работающих в области игровой индустрии. Объем нашего геймдев-рынка составляет 179,4 миллиарда долларов, что в принципе не так уж и мало. И за последние 30 лет ни разу не вспомню, чтобы геймдев падал в своих объемах. Более того, это настолько стабильная индустрия, что каждый год 10-12% годовых она показывает в долларовом эквиваленте роста. Хорошо ли это для нас? Конечно же, это хорошо. Это, как мы любим говорить, стабильность. Вот геймдев – это эталон стабильности. Благодаря нашей пандемии, не только от нее плохое бывает, но и хорошее, игровая индустрия выросла на 19,6% пункта. Ну, это довольно много, потому что все-таки 20% годового роста это не каждая индустрия показывает. Просто представьте себе, вы пришли в банк и положили денежки туда, и через год на 20% стало больше. Вот геймдев вырос за год на 20%. И самое интересное, что это на протяжении десятилетий. То есть это не то, что у нас вот один год мы выросли на 10%, мы каждый год растем. Это очень круто. С точки зрения вот всего этого, с другой стороны, да, Россия – это как бы не такой большой рынок. Если мы сказали, что 180 миллиардов – вся индустрия, то Россия всего 2, ну там 2,5, максимум 3 по разным подсчетам миллиарда долларов. Из них большая часть – это мобайл, то есть мобильные игры. Как бы может сложиться впечатление, что мы рынок не такой большой, у нас в игры играют не так много, да, культура пока только развивается. Но вот с точки зрения производства видеоигр, мы, как это говорится, впереди планеты всей. Кто же у нас производит игры? Наверное, немногие из вас знают такую замечательную компанию, как Playrix. Да? Не слышали, может быть. А вот, между прочим, Playrix – это первый в мире после Tencent. Не Electronic Arts, не Activision Blizzard, что там у нас еще есть, Ubisoft и другие компании. Именно российский Playrix, ну уже не совсем российский, но уже Playrix, выходцы из Вологды, у которых есть офисы практически во всех крупных городах постсоветского пространства, у которых есть возможность работать удаленно, и она была еще до пандемии. Они ввели эту классную практику еще тогда, когда это не было мейнстримом, поэтому пандемийный год, который многих очень прям привел в тяжелые условия, для них вообще никак не изменил рабочие процессы-то. Что раньше они могли работать из дома, из офиса, где хотят, что в пандемию смогли. Это безумно круто, поэтому на них это не отразилось, они продолжали расти. Игры Playrix зарабатывают, представьте себе, одну игру, более миллиарда долларов в год. Классные игрушки, да? Это очень круто, это огромный бизнес, огромные классные компании, и с точки зрения разработки российский рынок, ну, как и некоторые другие посоветские рынки, это классно. То есть здесь делают крутые игры. У вас сейчас может сложиться впечатление, что, ну, наверное, раз Константин говорит про Playrix, мы такие взяли, загуглили, даже мы же гуглить умеем, раз Константин называет такие компании, как, скажем, MyTona, MyGames и прочее, то, наверное, российские разработчики делают только мобилки. Это как бы да, но как бы и нет. То есть действительно мы делаем больше мобильных игр. Мы в этом сильны, и у нас огромные успехи по мировым меркам. Но, к счастью для тех, кто хочет делать игры для компов, мы делаем в том числе PC-игры. Это как инди-проекты, которые достаточно успешные бывают у нас, так и большие корпоративные игры. Скажем, Pathfinder Kingsnaker от All Kid Games, или 1С-овские Kings Bounty, Ил-2 Штурмовик, Калибр. Что у нас еще есть хорошего? Да дофига всяких игр. Это не только Москва, естественно, это вся Россия, там и Воронеж, к примеру, очень много игровой разработки, Питер, Казань и другие города. Это круто. То есть с точки зрения создания игр мы достаточно мощные и сильные. В чем наша слабость? Ну, во-первых, мы не очень делаем игры под консоли. Я бы сказал, практически толком и не делаем. Вот нет у нас такой культуры, нет у нас такого производства. Ну, почему это отдельный вопрос, он очень большой. Мы не самые сильные пока что в нарративных играх. То есть, если мы делаем PC-проекты, так как и Mobile, это у нас больше про математику, про расчеты, баланс, монетизацию и так далее. Давайте же это и посмотрим. Как зарабатывают на играх? Ну, вы уже поняли про рынок, теперь посмотрим про модели заработка. Первое. Значит, free-to-play, доминирующая на рынке модель. Играя условно бесплатно, но ты можешь платить с помощью микротранзакций. Где это популярно? Моба игры, типа Dota, League of Legends, MMORPG игры, различные мобильные жанры. То есть, на мобайле это вообще полностью доминирующая модель, там больше 90% рынка мобильного, это вот free-to-play. Есть модель, скажем так, назовем ее advertising. Это такая подвид free-to-play, когда у вас как бы все бесплатно, нет никаких микротранзакций, но вы смотрите рекламу. Так называемые гиперказуальные игры, это когда ты прошел уровень, посмотрел рекламку, прошел еще один уровень, снова посмотрел рекламку. И это один из самых быстро растущих сегментов в настоящий момент в геймдеве. Консольный сегмент практически не растет, он очень стабильный. PC сегмент растет мало, мобильный сегмент растет сильно и мощно. В первую очередь за счет чего? За счет этого нового направления гиперказуолог, это с одной стороны. С другой стороны, конечно же, благодаря Азии. Это в первую очередь Китай, недоступный для нас рынок, закрытый. К сожалению, невозможно вам, как российским разработчикам, попасть на китайский рынок. Я даже не знаю, какие примеры привести, но может разве что ZiptoLab с его Амнямом, это единственный, кто из России успешно вышел. Ну, наверное, не единственный, да, это я так вот просто на скидку, кого я вспомнил из крупных, там, конечно, есть еще кейсы, но их очень мало. И это, конечно, беда. А Китай еще в декабре 16-го года обошел США и стал крупнейшим в мире рынком потребления видеоигр. И в первую очередь Китай это все мобайл. Там не играют в консоли, мало играют в PC, это чисто мобильные игры. Забавно, да? В то время как западный рынок это достаточно конкурентный, очень разнообразный, с большим количеством жанров, сеттингов, любые направления, любые платформы. Поэтому Россия в этом плане как часть западного мира и делает игры всегда под США, Европу, Канаду, Австралию и так далее. И те игры, которые делаются, опять-таки, в этих странах, наиболее популярны в России, да? Мы тоже активно потребляем. Кстати, был как-то в офисе Капкома в Соединенных Штатах, в Сиэтле, дай бог памяти. И я забыл, чем занимается эта компания. Я думал, она делает казуальные игры про шарики. А они, оказывается, делают резиденты его. Вот что-то взял и забыл. Пришел к ним в гости и спрашиваю, ну, какую последнюю матч-3 игру вы сделали? Они такие думают, думают. Их продюсерами отвечают, ну, резиденты его 6. И тогда я только понял, куда я на самом деле попал. Вот, ну, бывает такое. К слову, обмен опытом с западными коллегами это вообще прекрасная штука. Всячески рекомендую, если вы знаете английский, читайте статьи, смотрите видосики конференции. Если не знаете, учите английский. Это вот важное требование современного мира. Возвращаемся, да? Константин же любит прыгать между теми, как я уже сказал. Возвращаемся к монетизации. Free-to-play посмотрели, рекламку посмотрели. Два слова я уже говорил про модель buy-to-play. Купи копию игры на Steam, Epic Game Story и в других магазинах. И радуйся. Злые разработчики, или как их называют, жадные разрабы, конечно же, не удовлетворятся всем этим. Они придумали еще DLC, модель, downloadable content. Ну, купил я вроде свою цивилизацию, endless space и все прочее. Ну, вот, а ты докупи для нее еще. Да, такой, выходит тот говор, ты, говорит, купи Elder Scrolls. Ну, купи Elder Scrolls. Ну, пожалуйста, купи. Вот. И, соответственно, мы можем докупать какие-то вещи для игры. Остается сказать только про одну популярную модель. Это pay-to-play или подписочка. Она зародилась давно, она была всегда. После доминирования free-to-play, конечно, подписка немножко исчезла, стала менее популярной. Да, остаются, что там, я уж не помню, вы в онлайн, по-моему, тоже подписка. В World of Warcraft точно подписка. Я тоже помню, потому что привязал кредитку. Плачу уже 15 лет, захожу поиграть два раза в год. Каждый раз ночью в 4 утра я просыпаюсь от смски, который говорит, с вас списали две с половиной тысячи за продление полугодовой подписки. Я в ужасе кидаю телефон. Думаю, с утра я точно отпишусь. Ну, и через полгода это продолжается снова. Так что, Blizzard, верните мои деньги. Сейчас, благодаря популярности подписочной модели в неигровых сервисах, ну, вы понимаете, о чем я говорю, да, всякие там музыка, Netflix и так далее, в игры и геймдев обратно эта модель потихонечку возвращается. Apple Arcade, его аналог от Google, где можно тоже оформить игровые подписки. Я думаю, это хорошо. Многие игры гиперказуальные, казуальные, мидкорные на мобайле с подпиской, это хорошо для нас, потому что мы можем не смотреть рекламу. Итак, друзья, подводим же скорее итоги. Мы с вами посмотрели рынок, его объемы, да, 179,4 миллиарда долларов, 19,6% пункта роста евро в рьер, 2,5-3 миллиарда это где-то объем российского рынка. Ну, в принципе, весь СНГ, там еще плюс вот похожая сумма. И мы с вами посмотрели модели монетизации, как зарабатывают на играх. На самом деле, конечно, можно зарабатывать еще по-разному, делать игры там на заказ, продавать прототипчики, но это все уже нюансы. Приходите к Константину поучиться, смотрите наши ролики на ютубе и вы узнаете об этом больше. Хорошо, нет? А остались вопросы? Пиши в комментариях.